Здравствуйте! Это интервью дня в студии Мария Флоренца. Сегодня поговорим о том, какой был 2020-й для геологов Айхала у дачницкой площадки. На эту тему мы поговорим с руководителем проектной группы на северной площадке Ботобинской партии Алексеем Чугуевским. Алексей Иванович, здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Алексей Иванович, расскажите, пожалуйста, каким был полевой сезон 2020 года для геологов Айхала и у дачного? Для геологов Айхала и у дачного это был насыщенный непростой год, как и для всех жителей нашей страны, наверное. Эпидемиологическая обстановка, безусловно, наложила отпечаток на рабочий процесс. Все переживали, беспокоились за своих родных, близких в столь непростой период. Но, несмотря на все трудности, благодаря слаженной работе, высоким профессиональным качествам сотрудников Ботобинской георазведочной партии, все поставленные на 2020 год цели и задачи были успешно выполнены в срок и с надлежащим качеством. На северной площадке Вилюйской экспедиции в течение 2020 года проводились работы в пределах Алакит-Мархинского кимберлитового поля в рамках четырех действующих поисковых объектов с целевым назначением работ, по которым был поиск кимберлитовых тел. Коллектив Ботобинской партии выполнял работы, связанные с буровыми работами на поисковых участках и работах по заверке аномалий. Эти работы заключались в геологическом описании вскрытого разреза горных пород, в полевых условиях, отборе проб. Пробы отправлялись для проведения лабораторно-аналитических работ силами НИГП. Полученные фактически материалы о геологическом строении и база лабораторно-аналитической информации вовлекались в камеральную обработку, по результатам которой оценивалась перспективность участков проведенных работ. Расскажите, пожалуйста, о результатах проведенных работ. В результате проведенного комплекса геолого-разведочных работ были получены данные об особенностях геологического строения исследуемых участков, о наличии прямых и косвенных признаков и предпосылок обнаружения кимберлитовых тел. Безусловно, первоочередное значение имеют факты выявления нескольких ранее неизвестных кимберлитовых тел, одно из которых может представлять промышленный интерес – это кимберлитовое тело, обнаруженное под озером Мотное. Изучение его характеристик будет произведено уже в 2021 году. Но перспективы обнаружения новых кимберлитовых тел в волокитмахинском кимберлитовом поле на этом не исчерпаны. В ходе проведения работ на поисковых участках по комплексу геофизических данных были выделены несколько перспективных аномалий, работы по заверке которых будут проведены уже в 2021 году. Также на основании полученных данных выделены перспективные участки для постановки более детальных геолого-разведочных работ в будущем. Алексей Иванович, а какие новые методики при поиске месторождений вы сейчас применяете? Бельюйская экспедиция ведет поиски кимберлитовых тел в сложных геометических условиях, когда кимберлитовые тела перекрыты мощной толщей более молодых пород. Поэтому в таких условиях очень важным является использование новых методов, позволяющих выявить перспективные места без использования большого количества скважин, что впоследствии ведет к более рациональному использованию средств, направляемых на открытие новых кимберлитовых тел, которые могут потенциально представлять промышленный интерес. На сегодняшний день на объектах северной площадки применяется радиоволновое межскважинное просвечивание и проводятся опытно-методические работы по электротомографии. Радиоволновое межскважинное просвечивание используется в геолого-разведочном комплексе компании уже не первый год. С помощью этого метода несколько лет назад было выявлено кимберлитовое тело весеннее. К сожалению, промышленного интереса оно не представляет, но уже сам факт выделения кимберлитового тела в рамках заверки аномалий, выделенной этим методом, уже говорит о принципиальной возможности успешного использования этого метода. Метод применяется и в действующих объектах северной площадки Вилюйской экспедиции. Применялся в 2020 году и будет использован в 2021 году. О результатах применения электротомографии для поиска кимберлитовых тел на сегодняшний день говорить еще преждевременно. Результаты находятся в обработке и требуют тщательного анализа всей полученной информации и сопоставления ее с данными различных методов. Будем надеяться, что это получит успешное применение в геолого-разведочном комплексе компании. А что-то поменялось в структуре геолого-разведочной партии? И как это отразилось на работе, если такие изменения были? Нет, в структуре Ботобинской геолого-разведочной партии ничего не поменялось. Сейчас в целях оптимизации рабочего процесса были объединены некоторые проектные группы, которые занимались работами в рамках одного кимберлитового поля. Ну и в общем-то на рабочем процессе это не слишком сильно отобразилось. Весь рабочий функционал остался тот же. Хотелось бы узнать, сотрудничали ли вы с научными сотрудниками и в каких областях? Специфика нашей работы неразрывно связана с научными исследованиями. Научно-технический прогресс, наука не стоят на месте, постоянно совершенствуются. Все методы постоянно совершенствуются. Например, методы исследования, анализа, интерпретации химического состава минералов и горных пород. Создаются новые методы дистанционных поисков. При проведении научных исследований уточняются критерии и условия образования кимберлитовых тел. Что, безусловно, все причисленное мной сказывается и на подходы к работе, в том числе к методике проведения работ. При анализе полученной информации с целью получения максимально объективной и достоверной информации, которая содействует достоверной оценке перспектив той или иной площади, мы тесно сотрудничаем со специалистами научно-исследовательского геологического предприятия. В таких сферах, как минералогия, в этой сфере продуктивное взаимодействие осуществляется со Старковой Татьяной Семеновной, из Тарских Оксаной Васильевной и другими специалистами этой области, минералогами, спектроскопистами. В исследованиях петрофизических свойств горных пород для определения природы заверяемых аномалий и свойств горных пород сотрудничаем с Константином Михайловичем. В области прогноза и оценки перспектив отдельных участков полей, и в палеотектонике неоценимую помощь оказывает процентка Елена Викторовна. И, пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность всему коллективу НИГП, вовлеченному в научно-методическое сопровождение проводимого комплекса геолого-разведочных работ, и выразить надежду на дальнейшее продолжение плодотворного сотрудничества для достижения общей цели открытия новых эмбелитовых тел. Еще хотелось бы поподробнее узнать, сколько геологов работает в Айхале и удачном. Что представляет из себя Ботобинская партия? Ботобинская партия представляет из себя структуру, состоящую из нескольких проектных групп. В каждой проектной группе есть полевая и камеральная часть. Полевой персонал занимается непосредственной работой в полевых условиях, то есть документацией, опробованием. Камеральная группа занимается обработкой и анализом всей полученной информации по результатам полевых работ. Вот это и информация о геологическом строении, получаемая по документации горных выработок, и обработка результатов лабораторно-аналитических исследований по результатам опробовательских работ. Алексей Иванович, какие планы у геологов северной площадки на 2021 год? В 2021 году будут продолжены работы в рамках действующих работ, в рамках работ по действующим объектам в Алакит-Мархинском кимберлитовом поле. Также будут начаты работы в Далды на Алакитском кимберлитовом поле, это возле Удачного. А также будет начать комплекс геолого-разведочных работ в пределах прогнозируемого Нитомбинского кимберлитового поля. Алексей Иванович, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. И вам спасибо за уделенное время и внимание к нашей сфере. На этом наше интервью подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин